Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хочу разобрать с вами такую тему, как правильно прописать теги, названия и описания к видео, чтобы попасть в топ по определенным ключевым запросам. Давайте разберем с чего я начинаю снимать видео. Первым делом я узнаю, что ищут люди. Если у меня есть тема, по которой мне нужно выйти в топ, это продажа книг в интернете, то мне нужно понять, как именно люди вбивают эту фразу в поисковик. Для этого я захожу на сайт Яндекс.Вордстат и смотрим. Люди ищут примерно такими фразами. Продам электронную книгу. В месяц 793 запроса. Эта цифра приблизительная, но по ней можно ориентироваться. Также я использовал другие ключевые запросы, например, как продать электронную книгу в интернете. Где продать электронную книгу я использовал. Таким образом я собрал несколько ключевых запросов, по которым я буду продвигать свое видео. Итак, видео я только что загрузил. Буквально, может, полчаса назад оно загрузилось у меня. Я начал прописывать сразу все эти теги, названия и описания. Как вы видите, название у меня видео сразу же содержит тот ключевой запрос, как продать электронную книгу в интернете. Как продать электронную книгу в интернете. Видите, 77 запросов в месяц. Опять же, повторюсь, это приблизительная цифра. Она может быть больше, может быть меньше. Но я все равно решил ее взять за основу. И эту фразу я размещаю в самое начало названия. Обязательно размещаю в точности такую же фразу в самом начале описания. И добавляю в теги. Как результат, вы видите, что мы попали в топ на восьмую позицию. Давайте это поверим. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Наше видео даже на седьмой позиции. И это учитывая то, что мы его загрузили 41 минуту назад. И ничего еще не делали. Мы уже на первой странице YouTube. Это превосходно. Также мы видим, что по другим запросам мы занимаем более выгодные позиции. Если мы тут занимали седьмое, то здесь к нам пишет виджет четвертое. Значит, по факту мы на третьем месте. Давайте проверим. Продать книгу в интернете. Третье место. Прошло только 42 минуты. То есть, для того, чтобы попадать в топ по некоторым невысокочастотным запросам, не нужно иметь какие-то волшебные там таланты. Достаточно просто правильно провисать теги, а не писать название видео наугад. Таким образом, на этом видео урок закончен. Если у вас есть вопросы, вы напишите в комментарии. Я обязательно дам вам свой ответ. Если вам нравится такой формат, пожалуйста, ставьте лайк на это видео. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Подпишись на канал. Пока.